Здравствуйте! В этом уроке мы разберем пример общения с микросхемой синтезатора 1508 PL8T. Данная программа написана для микроконтроллера фирмы Melander. Здесь создана библиотека, стоящая из драйвер, где прописаны нижние уровни, где настраиваются выводы микроконтроллера, где настраивается работа SPI, ну и все основные функции в виде прерываний. Далее есть файл под названием API, и здесь уже идут функции, которые позволяют передавать данные на SPI, и файл-юзер, отвечающий уже за функции верхнего уровня, такие как инициализацию регистров данной микросхемы, включение и выключение цифроаналогового преобразователя, ну и прочее. Давайте рассмотрим все это постепенно. Как мы помним, в SPI данной микросхемы необходимо передавать данные двумя пачками по 3 байта. Сначала первые 3 байта содержат в себе команду с адресом, например, сета и адрес. А дальше уже команда write, либо write-и, и данные, ну либо set-a-ft с адресом, и дальше нулевой запрос на чтение данных. Решить эту проблему можно двумя способами. Первый. Можно отправлять честно посылки по 3 байта. Сначала первую посылку, потом вторую посылку. Это более универсально, нежели отправлять сразу все целиком. Но при этом вам придется контролировать всю процедуру общения. Вам надо сначала послать одно, подождать пока это все передастся, и дальше посылать другое. Гораздо лучше сделать так, чтобы вы указывали адрес, куда записать, и данные, что записать. И некая функция сама уже все это как-то передавала. Как это можно сделать? Для этого в Milander существуют три вида прерываний. Первый – это прерывания по окончании передачи, которые на самом деле идут не по окончании передачи, а так же как и в STM – это запросы на получение следующих данных для передачи. Поэтому данные прерывания полетают задолго до физического окончания передачи данных. Дальше есть прерывания по окончанию приема, но это опять же не по окончанию приема, а по забиванию буфера приема. У Milander есть буфер приема, и когда он полностью забит, вылетает данное прерывание. Если же буфер не был забит целиком, то по некоему таймауту, когда в буфер какие-то данные записались, и больше они уже не записываются, приема не идет, то в этом случае вылетает вот это прерывание. Это прерывание, очевидно, вылетает спустя какое-то время по окончанию, завершение, по завершению общения микроконтроллера и нашей микросхемы. Поэтому была принята следующая идея. У нас вызывается некая функция sendSpyData, куда как раз вписывается, куда нужно скопировать данные на придачу, на прием, количество данных в адресном пакете и в пакете данных. Очевидно, что и вот это число, и вот это число будет просто равно трем. Данная функция написана в общем виде. Здесь уже будет число 6, и здесь будет число 6. Выглядит все это вот таким образом. У нас заполняется массив из шести элементов. Вот здесь, например. И дальше эта функция вызывается с указанием массива из шести элементов на передачу, массив из шести элементов на прием, и указание, что первая посылка будет из трех байт, и вторая посылка также будет из трех байт. Хотя можно передавать в общем виде любое число байт сначала и любое число байт далее. Здесь выставляется некий флаг в единицу. Сохраняются все параметры, передаваемые в эту функцию. И дальше. У нас идет одновременно передача по прерываниям по передаче. А в приеме у нас идет прием данных в зависимости от этого флага. Сначала у нас записываются данные, которые идут по адресу. И когда у нас все принятые данные, количество принятых данных совпадает с количеством переданных данных, у нас данный флаг сбрасывается и инициируется в продолжении передачи данных. Физически это будет выглядеть так. Придаются три байта. Это прерывание появляется существенно после того, как была закончена передача, и чипсилет уже выставился обратно в единицу. Поэтому инициация передачи данных дальше заставляет чипсилет опять выставиться в ноль, и идет передача оставшихся трех байт. В итоге мы получаем две передачи по заданное число байт. В нашем случае сначала три байта передаются, потом оставшиеся три байта передаются. В результате мы получаем именно ту посылку, которая нам необходима. А значит для того, чтобы передать команду, адрес, еще одну команду и уже данные, нам нужно вызвать только одну вот эту функцию, а дальше уже все по прерываниям само передастся. Что достаточно удобно. И вот здесь уже идет настройка самой микросхемы. Давайте пересоберем и зальем. И посмотрим, что у нас получается. Идем сюда. Ставим сюда breakpoint. Полетаем. Кстати, здесь у нас идет запрос def.id. Он идет несколько другим способом, нежели запрос любых других данных. Так он идет по команде knob. Отправляется команда knob. И дальше отправляется еще пять пустых байт. И здесь мы получим наш def.id. Если оно равно 0x201, то мы считаем, что данная микросхема работает. Мы можем с ней общаться. И можно все это инициализировать дальше. Здесь же у нас будет 0x201, но если мы перейдем сюда, то мы ожидаем, что считаем значения 7 и 3 нуля. Смотрим. Действительно. Вот. 7 и 3 нуля. То, что мы записали. Значит, мы с помощью данной библиотеки можем записывать некие значения в регистры и считывать некоторые значения из регистров. В дальнейшем мы также можем заполнить некую структурку, которая здесь же в библиотечке записана, вызвать функцию tds.channel.in с этой структуркой. И уже данная функция все это распределит по соответствующим регистрам. Что может быть удобно. Но стоит обратить внимание, что несмотря на то, что вся передача идет по прерываниям, на качение прерываний ждется в некоем цикле. Поэтому, конечно, выигрыша здесь нет. Но, если вам необходимо, вы можете от этих прерываний, от всех этих бесконечных циклов, от всех этих ожиданий, можно отказаться. Вот такая структура общения с данной микросхемой. Как конкретно настраивать данную микросхему? Возможно, мы разберем в одном из будущих уроков. Возможно, нет. Так как настройка микросхемы уже идет под конкретную задачу. Да и вообще достаточно проста. Микросхема оказалась очень проста в эксплуатации. И настройка у меня лично небольших проблем не вызвала. Поэтому, на этом все. Спасибо за внимание.